Вокруг красные знамена играет марш энтузиастов. Ощущение, что мы попали в разгар советского времени. Но нет. Таким образом, сегодняшние трудовые молодежи решили напомнить о людях труда и производственных подвигов прошлого. В частности, об Алексее Стаханове. Напомним, в 1935 году он, будучи шахтером, еще с двумя коллегами провел рекордную смену. Они добыли угля в 14,5 раз больше нормы. Позже все лавры за общий труд присвоили одному Стаханову, его наградили орденом Ленина. Идеалы Стаханова, по-вашему, вообще не устарели в нашем 21 веке? Мы немножко сейчас в других условиях живем. Условия изменились. Но всегда Родине нужны люди. Люди, которые трудятся, самозабвенно трудятся, с энтузиазмом. Не ради прибыли, не ради каких-то личных амбиций, а для того, чтобы принести пользу стране. Это наша история. Мы должны стремиться к таким людям, как они. Потому что они совершали довольно-таки серьезные поступки, которые достойны уважения. Студенты сегодня напомнили своим сокурсникам и об алтайских героях социалистического труда. Михаиле Калашникове, Марии Клименко и Михаиле Лисовенко. Кстати, в 2013 году в России вновь стали отмечать героев труда. Правда, среди алтайских тружеников пока удостоившихся ударного звания нет. Но ребята без малейшего сомнения считают, что к этому стоит стремиться. Каждый человек хочет внести свой клад в свою историю именно от себя, чтобы его запомнили все. Подобные уроки трудовой доблести пройдут во всех группах колледжа, а также в других СУЗах региона. Такие мероприятия, помимо прочего, призваны повысить престиж рабочей профессии. Поднимать статус человека труда, конечно же, нужно. Только вот телегерои, выбранные в качестве примера, задаются вопросом независимые эксперты. Тот же Алексей Стаханов в свое время оказался не совсем героем. Славы, внезапно на него свалившейся, он не выдержал. По данным Википедии, зазнался, потерял партбилет и умер от хронического алкоголизма. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.